Итак, к началу декабря от рабочих групп Беларуси и России ждут программу углубления интеграции, а также дорожную карту по ее выполнению. К тому же правительством двух стран поручено в ближайшее время отработать некоторые новые инициативы от президентов. Мы спросили у министра экономики Дмитрия Крутого, который возглавляет рабочую группу с белорусской стороны, все ли из запланированного удалось обсудить в Санкт-Петербурге. То, что мы планировали обсудить на встрече в Санкт-Петербурге, все получилось. Состоялся очень откровенный и честный разговор в присутствии президентов. В принципе, эксперты доложили по всем направлениям, какого прогресса удалось достичь, где остались какие-то болевые несогласованные вещи. Президенты высказали свое мнение абсолютно по всем вопросам. Появилось несколько новых инициатив. И вот мы сейчас в ближайшее время с российскими коллегами должны подумать, как их в рамках программы интеграции дальше упаковать. Если говорить о работе вот этой группы, может, стоит менять тактику, стратегию, может, добавить там экспертов? Либо пока это все достаточно идет в русле, том, которым планировали. Я считаю, никаких экспертов на данном этапе добавлять не надо. Это, в принципе, те мероприятия и направления, которые обозначены. И те, по сути, красные линии, каждый из президентов, который обозначил, мы их не переходим на уровни группы. И обсуждение идет довольно конструктивно. И, как уже действительно звучала оценка из уст глав государств, более 80% программы согласованы на данный момент. О переговорах рабочих групп и темпах согласований глобальных и текущих вопросов, а также, как сработала экономика Беларуси за полугодие и кто неожиданные лидеры по росту, министр экономики Дмитрий Крутой в эксклюзивном интервью в воскресенье в главном эфире.